Это был крупный проект, и задача была придумать продукт, идею или концепт, который подходил бы под систему краудфандинга. Для тех, кто не знает, краудфандинг — это платформа, которая позволяет собирать финансы для фрилансеров, людей, кто угодно может выложить на одну из этих платформ свой проект и получить финансирование от огромного количества людей, кто заинтересован в этом. Например, существующие платформы Kickstarter, IndieGoGo и наша российская BoomStarter. Наш проект, он не все шел по нему гладко, не всегда так все бывает хорошо. И в процессе, пока мы провели исследование рынка на краудфандинге, мы столкнулись с переизбытком идей, в связи с чем наш проект встал на какое-то время. И наш тьютор посоветовал нам обратиться к инструменту, такому как 100 идей. Он буквально представляет из себя, что мы должны выдать 100 идей. И мы взяли направления, которые были нам интересны с рынка краудфандинга, и на их основе, соответственно, придумали 100 идей. Потом из них выделили те, которые нам больше всего интересны, и на них тоже составили 100 идей. И благодаря этому процессу мы, соответственно, в будущем пришли к идее нашего проекта. Прежде чем перейти к самому проекту, стоит упомянуть, что так как наш рынок перенасечен продуктами, практически невозможно придумать что-то прям сверхуникальное. И при этом всегда можно взять, соинствовать существующие технологии и на их основе придумать что-то уже свое, улучшить как-то их уже. И в рамках обучения очень важно упоминать референсы, и вот проекты, из которых иногда были взяты какие-то те или иные технологии, идеи, потому что они доказывают не только работоспособность вашего концепта, но и, в принципе, доказывают актуальность ваших идей на рынке. Так вот, например, мы взяли технологию обычной белой доски, по которой пишешь маркером и стираешь. И также сделала компания Rocketbook, которая придумала вот эту свою книжку, на которой можно писать бесконечно и сохранять это все в виртуальном плане. Ну и, соответственно, наш проект, он заключается в том, что мы хотели привлечь внимание детей к обычному рисованию, классическими ручками, чуть-чуть от вещих от того, чтобы рисовать на планшетах, телефонах и прочее, и прочее. И, собственно, как все это работает, мы берем нашу книжечку, которая сопряжена с приложением на том же телефоне и планшете, который существует просто, чтобы сохранить процесс. Внутри приложения говорит нам о том, что мы можем нарисовать своего персонажика. Соответственно, мы рисуем персонажика. Если ребенку что-то не понравилось в этом персонажике, он всегда может его стереть, нарисовать заново. И вот все будет классно, клево, когда все понравилось. Либо ребенок, либо взрослый, он сканирует страничку внутри приложения, и потом это все оживает. И таким образом, проходя разные уровни, можно создавать свои собственные миры, персонажи и менять это все. И все это будет нарисовано, немножко анимированное и веселое. Также мы продумали небольшую систему мини-игр, чтобы тоже создавлять идей. Можно менять карточки на самой книжке и на них рисовать свой собственный дизайн одежды для персонажиков. Либо ты в ряд тоже рисуешь свои собственные объекты и играешь ими потом. Ну или пазелки, тоже рисуешь свои собственные пазлы и собираешь их. В общем-то все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ